Сейчас я расскажу, как можно интегрировать свой проект с сайтом SecureLayer. Допустим, у вас есть простой проект, который принимает данные от пользователей и сохраняет их в базе. Естественно, все делается это через формы, а данные передаются в открытом виде с помощью протокола HTTP. Покажу пример. Например, вводится имя и возраст. Нажимаем отправить, все уходит. Смотрим в базу, там у нас одна модель. Вот мы видим нашего человека. Теперь посмотрим, как все это сделано. Собственно, у нас есть интерфейс администратора и одно представление, которое обеспечивает нам всю работу данного тестового сайта. Покажу модель. Модель простая. Имя, возраст и время даты регистрации. Для админки был сделан соответствующий, описан вывод данных, которые хранятся в модели. Теперь рассмотрим, собственно, как реализуется это простое приложение. У нас есть форма, описанная просто так. Имя и возраст. И метод для сохранения этой формы в модели. Мы берем эту форму, вот так мы ее подхватываем, так вызываем. И передаем туда, собственно, данные, переданные от браузера, если они есть. Затем, если нам были переданы данные, и они верные, тогда мы сохраняем их. Видите, вызывается вот этот метод save. И возвращаемся опять на эту же страничку. Здесь лучше показать, вот так. Вот это имя, вот оно. Затем мы в контекст шаблона помещаем форму и описание кнопок. И, собственно, генерируем страницу. Покажу шаблон. Базовый шаблон описывает основные вещи, странички. Сама страница. Вот она. В нее подключается форма. Форма такой универсальный шаблончик на все случаи жизни. Так. Теперь, имея данные, код, нам надо передавать данные, которые вводятся пользователям, с помощью протокола HTTPS. Можно скупить собственный сертификат, поставить его на сервер, на это придется потратить определенное количество времени. Можно сделать все проще. Есть сайт SecureLayer, на котором написано следующее. Для Django приложения можно воспользоваться вот этим приложением, установить его в свой проект и получить возможность использовать протокол SSL. У нас это сделано так. Я прописываю зависимость. Вы можете это делать своим каким-то способом. Вот у меня зависимость. В проект подключается приложение с GitHub. Оно у меня помещается в виртуальное окружение, и мой проект получает к нему доступ. Смотрим дальше на сайт. Отредактируйте настройки. Открываем настройки. Вот я прописал это приложение. Вот четыре строчки, которые описывают, куда контактимся, где у нас лежат ключи локально, и пароль на закрытый ключ. Теперь нам надо сгенерить этот ключ. Теперь скопируем шаблон для генерации ключа и отредактируем его. Так, название сайта. Вот так вот, комментарий. Вакуумент. Здесь надо писать что-нибудь осмысленное. А здесь свой почтовый адрес. Никогда. Ключ у нас работает всегда. Пароль очень сложный. Теперь генерируем ключ. И путь до шаблона. Жмем Enter и ждем. Теперь надо взять этот ключ и зарегистрировать его на сайте. Для этого узнаем его номер и делаем экспорт. Вот ключ. Берем его. Сохраняем. Все. Ключ сохранен. Теперь надо интегрироваться с сервисом. Открываем модуль с формами. Прописываем сюда следующее. Так. Берем вот эту часть. Прописали. И наследуемся от этой формы. Securet форм. Больше ничего здесь менять не надо. Теперь смотрим. Сохранили. Смотрим что делать дальше. Теперь переходим к представлению. Представление. Представление у нас здесь. Здесь добавляем. Следующее. Добавили. И нам надо сделать вот такой. Обернуть вот таким декоратором наше представление. Оборачиваем. Смотрим. Форм класс. У нас это форма. Посетитель. Текст у нас тут полностью на русском. Вот так и напишем. Заголовок. Форма. Он будет отображаться пользователю. Когда его перенаправят на сайт. Securet. Тут нужно какой-то вводить какой-то осмысленный текст. Так. Вот. И здесь у нас. Надо написать следующее. Так. Форма. Мы ее будем получать из декоратора. Контекст. Так. Это нам больше не надо. Здесь все немножко усложнится. Совсем чуть-чуть. Берем вот этот кусочек. И пишем его вот сюда. Так. Если метод пост и форма верна. Тогда вот эти вещи выполняем. Иначе у нас все остается как есть. Так. Теперь приступаем к проверке. Запускаем сервер разработчика. И идем. На нашу страничку. Как вы помните там была сразу форма. Тут происходит следующее. Вместо показа формы идет проверка доступности сайта Security Layer. Если он доступен. Если он не доступен. То тогда показывается все как и было раньше. Если же он доступен. То предлагается перейти на Security Layer для ввода данных. Здесь все на английском. Потому что я не требовал перевода. Мы соглашаемся. Как вы видите. Мы перешли на сайт Security Layer. У нас есть два поль. Которые нам и заполнить. И те. Сейчас покажу. Вот они. Строчки. Которые мы вводили. Вот они. Обе. Здесь мы пишем сложное имя. Возраст. И нажимаем отправку. Как видите. Все работает через HTTPS. Мы вернулись обратно. Проверяем. Есть ли у нас Маргарита. Как вы видите. Все данные. Были введены. С помощью закрытого протокола SSL. Причем. Весь обмен. Между серверами. Этого проекта. И Security Layer. Тоже проходит. С помощью протокола SSL. Что гарантирует. Наши данные. От перехвата. Все команды. Которые отдает. Данный тестовый проект. Security Layer. Подписываются. С помощью. ПГП ключа. Ну и соответственно. Стороняя Security Layer. Они проверяют. Эти подписи проверяются. В общем. Вот так.